МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Время новостей на нашем канале. В студии Наталья Шкода. Вот некоторые темы выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Оркестр Мариинского театра гастролирует по малым городам России. В Старой Руси снимают фильм к 200-летию Федора Достоевского. Пять объектов культурного наследия отреставрируют в Краснодаре. Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева выступил в усадебном парке с Паской Лутовинова. Концерт стал частью всероссийского гастрольного тура, посвященного 75-летию победы Великой Отечественной войне. На открытой сцене музея-заповедника Ивана Тургенева оркестр исполнил классическую симфонию Прокофьева, часть симфонии номер 4 Чайковского и другие известные произведения. Услышать выступление знаменитого коллектива собралось несколько тысяч зрителей. Гастроли стали продолжением традиции Московского пасхального фестиваля, который в этом году был отменен из-за пандемии. Запланировано по два концерта в день. Субтитры создавал DimaTorzok Начались съемки четырехсерийного документального фильма о Федоре Достоевском. В его основе книга архиерея Русской Православной Церкви митрополита Волоколамского Илариона. Предположительно и кинолента, и сочинения увидят свет в будущем году. Елена Воложанина побывала на съемочной площадке в Старой Руссе. В Старой Руссе снимают фильм к 200-летию Федора Достоевского. Автор и ведущий митрополит Иларион. В центре внимания — духовные поиски Достоевского. Русская литература вообще очень мало соприкасалась с миром церкви, особенно с миром духовенства. Ни у Пушкина, ни у Лермонтова, ни у Гоголя, ни у Тургенева вы не найдете образов священнослужителей. Достоевский был тем русским писателем, который вошел в глубину церковной жизни. И под конец жизни это был глубоко верующий человек. Дом в Старой Руссе — это единственная собственность писателя, который всю жизнь провел на съемных квартирах. Стены хранят атмосферу той эпохи. Секретарь жены Анны Григорьевны, которая ассистировала мужу, и уголок в кабинете, где Федор Михайлович работал ночами. Домашняя библиотека, стол, за которым собиралось все семейство. Здесь написаны бесы, подросток и главный роман Достоевского — братья Карамазовы. Новгородские губернские ведомости. Выпуск за 1875 год. Старорусский мещанин Петр Назаров убивает отца. Этот номер до сих пор хранится в музее. Громкий процесс оказал влияние на замысел Достоевского. Во многом сюжет основан на реальных событиях. Роман займет в фильме особое место. Достоевский начал писать его после того, как посетил Оптину пустынь, где нашел утешение после смерти младшего сына Алеши. Там он встречался со старцем Амвросием, прототипом старца Зосимы. Когда верующие бабы будут изображены на приеме у старца Зосимы, и там как раз будет одна женщина, которая расскажет о том, что вот умер ребенок, она по нему очень сильно убивается. И старец Зосима ее утешает, говорит самые главные слова, которые ей нужно в это время поддерживать. И это, по сути дела, история Достоевского. На экраны документальный фильм о духовных поисках Достоевского выйдет в следующем году. Из Старой Руссы Елена Воложанина, Алексей Федоров, Вести, Великий Новгород. Народный художник России, скульптор Михаил Перьеславец, скончался на 72-м году жизни. Об этом сообщила Российская Академия Художеств. Среди его работ памятники Александру Вампилову и Александру Пушкину, Василию Сурикову, маршалу Советского Союза Ивана Коневу. Художник награжден Государственной премией РСФСР имени Репина, премией Ленинского комсомола. Потомственный живописец он окончил Суриковский институт. С 1993 года был профессором кафедры скульптуры и композиции. Как и отец, долгое время работал в студии военных художников имени Грекова. Дот Кузнецов, адмирал Николай Герасимович. Хороший был человек. Удивительный, талантливый. Дядькова умнейший, преданный, очень интересный. И равнодушным не может оставить. Но меня это равнодушным не оставляет. Поэтому, а когда ты неравнодушен, ты уже готов что-то такое сделать. Люди. Весь интерес – это люди. Он был всегда образцов такой чести, профессиональной. Достаточно редко, я вам хочу сказать, это случается. Он был независим, он был достоин. Он был фантастический мастер. Он великолепно владел ремеслом и художественным творчеством. Оставил огромное наследие, замечательное. Вот он был преподавателем, он испытал множество молодежи. Но мне он важен просто в сочетании его человеческих качеств, мужских и творческой его профессии. Скульптура. По другим темам. Причувствует 20-й век. На выставке в Третьяковской галерее представили графические работы русских художников. На рубеже 19-20 столетий именно в графике сосредоточился поиск новых форм в искусстве. Подробнее Алия Шерифулина. Эти работы не входят в постоянную экспозицию. Из запасников их достают нечасто. На пару месяцев после чего они вновь отправляются отдыхать от света на многие годы. Причувствует 20-й век выставка незаурядная во многих смыслах. Речащие рисунки, в которых художники передавали между строк то, что еще не наступило, но уже витало в воздухе. Воснецов, Ге, Репин, Серов, Рубель, Борисов, Мусадов. Провидцы, открывшие путь в искусство 20-го века. Мы постарались представить богатейшее собрание отечественной графики в Третьяковской галерее. Представить такими шестью мини-выставками шести самых ярких, выдающихся художников второй половины 19-го, начала 20-го века. Художников, определивших картину развития русского искусства, художников, невероятно интенсивно искавших новый язык. Рисунок здесь как медиум новой эпохи. Накануне 20-го столетия графика словно обрела второе дыхание после десятилетия пребывания в тени живописи. Именно рисунок, где радикальные нововведения приживались легче, стал лабораторией поиска для художников разных поколений. Решительные реформы передвижника Ге эпатировали публику. Чтобы придать убедительности евангельским эскизам, художник подвешивал натурщика на кресте, передавая всё напряжение мышц. Реалист Репин, отложив инструменты, буквально нащупывает форму руками, пальцами растирая линии контура. Репин был человеком удивительно увлекающимся и любящим экспериментировать и пробовать себя в разных техниках. Он одним из первых показал рисунки, графику в рамках передвижных вот этих выставок. И тогда о графике заговорили современники. Они были поражены вот этими репинскими рисунками, говоря о них, о том, что они живописные. За много лет до кубистов Рубель обращался с формой не менее своенравно. А после «Демона поверженного» он почти не работал маслом. Изображение складывал как мозаику, дробя предметы на множество цветных плоскостей. Для Валентина Серова зона эксперимента располагалась на границе живописи и графики. Яркий пример — эскиз знаменитой картины «Похищение Европы». Он уже, предчувствуя искусство абстракции, переходит к каким-то формальным упрощениям. Вот здесь мы видим, как он изображает волны, которые… Мы понимаем, что это волны, но в своей форме это понятно, что это некая колористическая матрица всей фигуры Европы. То есть все цвета повторяются именно в каждой волне. Позже в абстракционном искусстве как раз это самое и происходило. Художники постепенно сагжа шагом упрощали эту форму, доводя уже до каких-то просто цветовых соотношений. Борисова, Мусатова современники относили уже к представителю следующего поколения. Он рисует дам в старинных туалетах, усадьбы, заброшенные парки. Но его язык — язык нового века. Страстный фотограф. Он использовал декоративный эффект плёнки в графике и приглушал краски пастелью, техникой, которую за хрупкость и неуловимость называли пыльцой на крыльях бабочки. В шести залах по одному на каждого художника около 200 работ. Отдельные миры, без которых смену эпох в искусстве представить невозможно. Алья Шерифовна, Владимир Степанов, Новости культуры. Знаменитый вокзал на подмосковной станции Горки-Ленинский продан. Здание, возведённое по проекту архитектора Бориса Меденцева, в середине 50-х, давно находилось в аварийном состоянии. Но кто и для чего приобрёл объект культурного наследия в таком виде, неизвестно. Вот в таком состоянии увидели станцию Ленинская корреспонденты нашей программы в марте этого года. Обрушившаяся штукатурка, заколоченные окна и полное запустение. С тех пор, как 15 лет назад станцию закрыли и отключили от коммуникации, она постепенно разрушалась. В итоге, в начале года собственник здания Российские железные дороги выставил его на продажу на интернет-аукцион. И вот сделка состоялась. Осуществлена продажа здания вокзала остановочного пункта Ленинская, который с 2005 года был законсервирован и не задействован в пассажирских перевозках. Продажа объекта состоялась через открытый аукцион в электронной форме на торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД». Продажа памятника советской эпохи определённости его судьбе не прибавила. Напротив, разрушила надежды, которые были у руководства музея-заповедника Горки-Ленинские, о том, что вокзал мог стать частью музейного комплекса. Ситуация была достаточно прозаична. Мы подали заявку, чтобы нам этот объект был передан, так как использование данной станции входило в концепцию развития музея-заповедника. Ну и в советское время она в своё время использовалась как въездные ворота в музей-заповедник именно железнодорожным транспортом. Я написал соответствующее обращение руководителю акционерного общества «РЖД». Оно осталось без рассмотрения. Мы не получили ответа. Уже, наверное, более полугода прошло. Мы знаем, что в настоящее время станция продана в частные руки. Руководство музея Горки-Ленинские всё же не теряет надежды, что для нового владельца вокзала сотрудничество с Государственным музеем будет привлекательно. Но кто и для чего купил объект культурного наследия в запущенном состоянии и со множеством обременений? Будущее исторического вокзала туманно. Судьба здания в руках нового собственника, который пока неизвестен. В Краснодаре создают исторический квартал. В центре города отреставрируют пять старинных зданий объекта культурного наследия. Первым начнут восстанавливать памятник конца 19-го, начала 20-го века. Дом купца Лихацкого. Роман Пастушок о будущих работах. В доходном доме подрядчика Акулова в начале 20-го века располагался штаб Красной гвардии по обороне Екатеринодара. И теперь уже в начале века 21-го само здание нуждается в обороне. Во многих местах художественная лепнина осыпалась и краска облупилась. На некоторых балконах шпатлёвка не удержалась. Здание занесено в реестр объектов культурного наследия. И для него одним из первых разработают проект по реставрации. Это замечательный памятник архитектуры, который построил Александр Козлов. Это наш краснодарский очень известный архитектор. У него есть интересная лепнина. У него, в принципе, интересное оригинальное решение самого фасада. Использование плитки на фасаде – это такая модель модерна, модель того времени. Здание было построено в 1900 году. А это здание в центре кубанской столицы во внешнем ремонте не нуждается. Скорее, во внутреннем. Секреты этого здания и его владельца до сих пор остаются неразгаданными. Здесь жил некий граф Осмолов. По другой информации, здесь жил табачник, который приехал сюда из Новороссийска. Здание действительно атмосферное, очень интересное. Но об этом говорят и камин и лепнина, которые здесь у нас находятся. Притаился во дворах дом купца Котлерова. Год назад его чуть не снесли, но затем обнаружили его внутреннее убранство и причислили его к числу вновь выявленных объектов культурного наследия. Лепнине и потолочным рисункам предположительно более ста лет их нынешнее состояние беспокоит городских активистов. Что мы предлагаем, какой самый эффективный вариант сейчас, это, во-первых, сделать хорошую крышу, просто чтобы дом не разрушился. Во-вторых, провести консервацию внутреннего убранства и полноценно заколотить и ограничить доступ. Судьба этого дома тоже беспокоит многих жителей Краснодара. Как считают местные, дом купца Лихацкого нужно сохранить не только из-за его архитектурных особенностей, но и из-за исторической важности для города. Многие купцы этого времени, они застраивали, строили не только свой особняк, а застраивали иногда там целые кварталы или даже улицы. И поэтому рядом с особняком Лихацкого, мало кто знает, был еще театр. Что будет располагаться в доме купца Лихацкого, пока неизвестно. Но жители Краснодара с нетерпением ждут начала реставрации и преображения исторического центра. Роман Пастушок, Константин Попов, Вести. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин